Секреты Скайрима безграничны. Сегодня секретная магия, как создать Война Ветра. Да, друзья, только на моём канале Мистер Кэт. Меня зовут Сагиров Иван. Начинаем! Мальчики, девочки, у меня есть самое невероятное, самое нестандартное прохождение в Скайрим Спешл Эдишн. Зайди и офигей! Ссылочка внизу, потом обязательно, обязательно зайди. Ребята, Войнам Ветра не так-то просто стать. Ой, как непросто. Ну, для начала вы должны отправиться на Солстхэйм, друзья. Да, на этот остров и получить кое-какие крики. Первый курган Белого Хребта, друзья. Да, в конце локации будет ждать босс. Так что придётся неплохо так подраться. Иди сюда! Держи! Распался. Первый крик, который мы получаем, друзья. Да. Ветер. Циклон, друзья! Второй крик мы получаем в локации под названием... Бенконгерик, друзья. Вот она. И крик совсем недалеко. Но до него придётся всё-таки добраться. Улучшаем. Улучшаем. Циклон. Отпустить. Ну и третий. Третий крик получить очень, 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 очень сложно, друзья. Почему? Да потому что третий крик вы сможете получить только в конце кургана Кольбьерн, друзья. В конце этого квеста, ой, как долго он выполняется. Квест называется Раскопки. Но, но, обязательно, обязательно его пройдите. Вы получите куча, куча очень крутых плюшек. И максимальный, максимальный эффект нашего крика. Удар! Циклон! Максимальный эффект циклона. Это невероятно. Ваш тум создает мощный циклон, который сеет хаос среди ваших врагов. Это смерч, который вырывается вперед и все разбрасывает. Один из любимых моих криков. Ну что, друзья, пол дела пройдено. Теперь отправляемся в Тельмитриен. И выполняем все задания Нелота. И, друзья, обязательно, обязательно смотрите. У вас в навыках должно быть прокачано разрушение до сорока. Обязательно. Без сорока это задание просто не активируется. Подходим к Нелоту. Привет, дружище. Пепел Красной Горы хранит секреты. И я их обязательно разгадаю. Вот так вот. Могу я тебе помочь с исследованием? Можешь? Конечно, можешь. Почему раньше было не спросить? Я пытаюсь сообщить Пеплу магию Редгардов. Думаю, информации, которой мне не хватает, записано в книге Афа Сариата. Ветер и песок. У меня есть помощники, которые ищут для меня нужные вещи. Один из них слышал, где эта книга может быть. И я попрошу тебя выяснить, правда ли это. Ветер и песок, друзья. Это секретная магия невероятная, за которую я раньше не знал. Идем искать ее. Друзья, книга, я так понимаю, может появиться где, где угодно. У меня появилась в потерянном Валкинге. Это те драурги, которые... Здесь всегда, даже на первом уровне. Очень сильная. Вот здесь. Да, скорее всего она появляется в случайном... В случайной локации. Но, друзья, прочитайте. Прочитайте в режиме паузы эту книгу. Черт. Черт. Я после прочтения еще больше, еще больше начал думать, что The Elder Scrolls 6 будет в Хаммерфеле, друзья. Просто прочитайте. Едем дальше. Отдаем книгу. Интересно. Можно ли поймать живого дракона? Вот был бы любопытный, подопытный. Можно. Можно. Книга была именно там, где ты сказал. Возможно, этот источник был надежнее, чем я полагал. Жаль. В любом случае, это потрясающе. Думаю, я смогу осуществить преобразование вихревой энергии. Да-да. Я все напишу. А ты можешь забрать копию у Талваса через несколько дней. Кроме того, вот, возьми за помощь. Да, книгу мы покупаем у Талваса через парочку, парочку дней. Нелот говорит, а вот бы поймать дракона. А представьте, если мы по главному квесту, когда мы ловим дракона в драконем пределе, говорим Нелоту, он приходит туда и проводит какие-то свои опыты и что-то нам дарит. Представьте, что есть какой-то еще секретный квест. Ого, друзья! Если что, напишите, если проверите. Я тоже потом проверю. Обязательно. Ну что, подождали парочку дней и подходим к Талвасу. Хорошо, что вопрос о пепельном страже остался сугубо между нами. На фоне мой сынок Ванюша, друзья. Для тех, кто не знает. Ну что, вот продажа. Смотрите, книги. Том заклинания. Вихровой плащ. Как? Как я до сих пор играю и не знал об этой магии, друзья? Это невероятно. Это просто невероятно. Покупаем ее. И давайте тестировать. Почему Воин Ветер, друзья? Да смотрите. Вихровой плащ. В течение 60 секунд противники на расстоянии рукопашной атаки имеют шанс быть унесенными ветром. Как в романе. Унесенными вихрем. Включаем и активируем. Вот такой вот эффект получаем, да? Да. Также, друзья, мы используем крик циклон. О, да. Давайте зайдем в настройки. Игра. Легенда. Еще одно. Мне вот интересно. Смотрите. Это магия-магия разрушения. Но к чему она относится? Если кто знает, напишите. Потому что тут есть огонь. Тут есть мороз. И есть молния. А вот что это за магия? Как ее усилить? Насколько я понимаю, ее можно усилить с помощью двойного разрушения. Ну, чтобы более комфортно и пользоваться без вещей, которые используют уменьшение монокоста, то вам придется прокачаться разрушения до 50, друзья. Ну, смотрите. Включили. Берем оружие. Приветик. Вы только посмотрите. Одного. Второго. И когда мы подбегаем, есть шанс, что он еще отбросится. И таким образом вы просто бьете, 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 бьете. И есть шанс, что он еще раз улетит. Смотрите. У меня было такое, что он постоянно улетал. Это что-то очень имбовое, друзья. Смотрите еще. Смотрите, вы просто посмотрите, как это все. Господи. Я даже ударить не могу. Ха-ха-ха-ха. Это невероятно, друзья. Пока они так летают, отбрасывается ваш крик без проблем. А вы спокойненько, спокойненько разваливаете даже невероятно мощных врагов. Ого, друзья. Ого. Как же это невероятно. Просто воин. Какой-то воин ветра. Закончилось. Опять использовали. И опять у нас рэкнулся крик. Просто летайте. Ха-ха-ха. Ого-го-го-го, друзья. Я просто в шоке от Скайрима. Скайрим это невероятная игра. Можно играть по-разному. Можно находить такие фишки, что просто офигеешь. Ну, посмотрите. Это нечто. Это невероятно. Нужно попробовать на Корстаге и на Абонитовом Войне. Все, друзья. На этом все. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И узнаем еще вместе много-много секретов Скайрима, друзья. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok